Очистить фасады домов от граффити, отремонтировать водосточные трубы, покрасить урны и лавочки. Это только часть работ, которые предстоит сделать управляющим компаниям в течение месячника по благоустройству. Основная задача сейчас – убрать оставшийся снег и собрать весь мусор. На совещании в городском департаменте ЖКХ управляющие компании отчитались о готовности к работе. Техника и дворники есть, а вот необходимый инвентарь в нужном количестве пока закупили не все. Ежегодно в уборке города принимают активное участие самарцы. Метел и мешков для мусора должно хватить всем. Население обеспечим инвентарем порядка 200 единиц метел, лопат, приготовленных уже и порядка 1000 мешков для мусора. Очень маленькое количество инвентаря вы запланировали. Люди готовы будут выйти, когда у них есть уверенность, что мусор, который они соберут, будет вывезен, что инвентарь им выдадут. Со своей работой на 100% должны справиться и дворники. Многие управляющие компании сейчас дополнительно принимают штат людей. Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов поручил контролировать работу дворников в районах. Есть у нас информация, что несмотря на нагрузку, которую вы им даете, как вы говорите, 1,3 и так далее, рабочий день дворника на самом деле очень непродолжительный по факту, фактически. Люди работают где-то там, выходят на 2 часа и все, и потом их просто не видно. Большая просьба ко всем проконтролировать количество реальное, чтобы люди не уходили с работы, чтобы люди обслуживали ту норму уборки, которая им поручена. Большую уборку города в этом году начинают раньше. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне город должен быть полностью приведен в порядок. Хочу сразу сказать всем, чтобы все осознали, что, учитывая приближающийся юбилей Победы, ответственность у каждого просто запредельная. Каждый руководитель, управляющий компанией, перевозчиком, муниципального предприятия, также отвечает буквально головой. Проверка уборки территорий проходит еженедельно. Контрольные объезды совершает глава администрации Самара Олег Фурсов, его заместители, руководители департаментов и главы районных администраций. С этого года за каждым муниципальным служащим закреплен определенный участок, на котором он будет проверять благоустройство. Обходы уже проходят дважды в неделю и продлятся до мая. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.